Личность пограничности. Музыку, персонажей, юмор, любые другие средства современной массовой культуры, которые нам известны. И в данном случае мы хотим осветить один хрестоматийный пример. Это Земфира, признанная иностранным агентом на территории РФ. Это важно сказать. Что мы, собственно, хотим рассматривать? Что такое? Вот есть пограничность, а есть художественное произведение. Где мы вот эту связь берем? У нас есть, наверное, симптомы какие-то. У нас есть симптомы. Для начала расскажем о том, что такое всё-таки пограничное расстройство личности. Да, это типа на границе, типа ты сидишь или что? Маргинал, получается? Нет. Ну как, маргинал тоже на границе? Да. Ну в данном случае это скорее на границе нескольких расстройств. Условно пограничное расстройство личности называется расстройством личности. Но если копнуть глубже, это не совсем расстройство личности. То есть дело там не только в характере. А в чём ещё? В настроении? В настроении бывают психотические симптомы, бывают галлюцинации, что для других расстройств личности не свойственно. Вот давай простыми словами. Вот ты видишь человека, и по первым каким-то флажкам ты можешь сразу сказать, о, да это же пограничный человек. Ну, мне кажется, я как клинический психолог могу, который знает именно симптомы, я могу видеть людей и сразу сказать, что на самом деле сходу в основном, как только он садится или там открывает рот, я понимаю, что это пограничный человек. Ну, если попробует рационализировать, то что? Ну да, это на уровне профессионализма уже, то есть зная симптомы и видя таких людей. Но как обычный человек, я уверена, что у каждого в жизни есть какие-то знакомые с пограничным расстройством личности, потому что это довольно распространённо. В моей жизни таких человек было очень много. Пограничный человек, он какой? Он часто яркий, но не обязательно. Он старается привлекать к себе внимание, он может вести себя на первый взгляд неадекватно, он конфликтный довольно-таки, такой репатажный, возможно. Он нарциссичный. Он может иметь зависимости разные. Он там алкогольный, наркотический, ещё какие-то. Не обязательно именно химический. У него может быть анорексия, и это тоже может быть заметно. У него порезы на руках, либо ещё где-то. Ну, если уж совсем как-то какой-то портрет, то это часто девушки, ну, может, парни с татуировками, с пирсингом, с яркими волосами. Такие люди могут быть и с другими расстройствами, но с пограничными расстройствами личности часто. И в первую очередь мы захотели это связать с Земфирой, потому что я давнишний фанат, и как только мне стали говорить о том, да вообще-то это как бы она олицетворяет собой, пограничный на самом деле. Я такой думаю, что говорят, такие-то симптомы. Я думаю, ага, тут прослеживается, тут то же самое, тут то же самое. И поэтому вот я в первую очередь хочу вот это посмотреть и этим поделиться. Не знаю, кто нас слушает. Может, нас послушают именно какие-то закоренелые фанаты Земфиры, и они сразу понимают, о чём мы говорим. Но для тех, кто не знает, мне кажется, надо сказать, что Земфира открыто говорила о том, что у неё пограничное расстройство личности. А когда она начала об этом говорить? Мне кажется, вот как раз с выходом последнего альбома Borderline. То есть с 20-го года она начала? С 20-го года. Не знаю, поставили ли ей его только тогда или нет, не знаю. Просто вопрос в том, что это прослеживает, как сказать... Это во всём её творчестве есть. Всё, даже в самом раннем. Вот мне кажется, только вот с 12-го, 13-го года она начала понимать, что с ней происходит, и что с ней что-то не так. И она начала как бы очень сильно принимать это. А до этого это вот латентное пограничное состояние. Ну вот это через тексты прослеживается. Вообще, первый альбом 1999 год. Там ещё не так много всего. Подожди, мы уже начинаем? Подожди. А почему нет? Подожди, нужно сказать, что пограничное расстройство личности, оно, как и любое расстройство личности, оно появляется уже в подростковом возрасте. Начинает себя проявлять. А вот когда Земфира начала своё творчество? Ей было сколько лет? Ну, слушай. Она уже была совершеннолетняя, точно. Ну, допустим, 20. Ну да. Ну, мне кажется, она как наши родители, где-то так, 70-е годы. Ну, в общем, 20 лет – это именно тот момент, когда тебя пограничка очень сильно душит. Не то, чтобы в первом альбоме она так сильно проявилась. У неё она начала проявляться после того, как у неё не удавались любови разные. И после того, как она переехала в большой город. Во-первых, вот, это тоже важно. Люди с пограничным расстройством личности часто себе выбирают какую-то творческую профессию. Они её выбирают, потому что, ну, они вот такие неординарные, им нужно внимание. Но это внимание, эта известность, она всегда имеет обратную сторону. Особенно для таких ранимых людей с расстройством таким. То есть любая критика, она в депрессию, скорее всего, вгоняет. А признание, оно сшибает голову в плане, человек может просто зазвездиться, его может бросать туда-сюда, и у него это расшатывает его психику ещё сильнее. Поэтому я здесь. Ну, да. Как начинающий музыкант, ютубер. Ну, я точно не знаю, где там Земфира выступала, в каких уфимских клубах. Ну. Когда она точно, скорее всего, в 2000-2001 переехала в Петербург или в Москву. Но приблизительно что-то о её портрете можно понять, исходя из текстов. Понятное дело, что это лирический герой, это не она сама. Вот, например, «Девочка-скандал» — это сразу же про то, как она плохо отношается с мальчиком. Про то, как он лезет к ней. Может слететь, улететь, налетаться, может уйти, либо остаться. Но ты же таешь, пожалей мои уши, говоришь про какую-то душу. Вот. Я захотела любви, ты же не захотела. Личность и пограничность. Ну вот, кстати, уже в «Девочке-скандал» мы видим, что тут какие-то лесбийские тенденции. Ну, скорее всего, в целом бисексуальные. Что тоже характерно для человека с ПРЛ. Бисексуальность — это из-за того, что человек не может, грубо говоря, определиться с тем, кто он, он также и в ориентации может не совсем понимать и то, и то пробовать. Ты послушай, послушай, я же дарю тебе звезду, продаю свою душу, напрягишь свои уши. Я тебе всё даю, я тебе весь открыт, а ты меня не слушаешь, ты не ценишь весь объём эмоций, которые я тебе предоставил. Человек с ПРЛ, каждая влюблённость — это взрыв эмоций, каждый раз — это самая большая любовь. Всё прошлое забывается, человек новый этот идеален, ему нужно отдать всё, нужно навязаться, нужно за ним ходить. Я всё не уделяю тебе внимания, надо скандалить. Вот сразу же дальше, кстати, и в синоптике, и в непошлом, мотив убийства или смерти, как вот метафорическая передача того, как уходишь из отношений или разбиваешь сердце. Хочешь, я убью тебя, только оставлю фотки твои. А потом в следующем куплете уже ты убьёшь меня. Если не можешь богом ты быть, буду я. Убей, но обещай мне. Больно не будет. И точно так же, я разбегусь из окна, я верю, не будет больно, я помню, как это делать. То есть не то, что она помнит, как вы прыгаете из окна буквально, а то, что она помнит, как убегать из отношений, когда вы не в одной постели. Светло, потому и не смело. Вот это вот положение, когда ты бегаешь из отношений в отношения, получается? Да. Когда ты заходишь в отношения только ради того, чтобы ощутить лишнюю боль какую-то? Чтобы... не то, что лишнюю боль, а чтобы чувствовать что-то. Да, они могут вступать в отношения, которые для них деструктивны, но для них это всё равно лучше, чем быть одному. Ну, на самом деле, первый альбом не такой иллюстративный. Тут просто... Насколько тут прочувствуется пограничность, настолько же там, допустим, манийность может прослеживаться. Да, я девочка-скандал, я девочка-воздух, алло. Кенза Сандал, наш с тобой Бездэй. И она такая, вау, вау, вау. Я вся такая, крутая, бум, туда-сюда, ты мне не нужен, ты мне нужен, пошли отдохнём. А дальше уже во втором альбоме, который, наверное, самый знаменитый в наших краях, ну, всё-таки, «Хочешь», «Прости меня, моя любовь», «Искала». Вот там всё прямо вот начинается. И вроде бы, ну, для меня, как давнего слушателя, это просто вот строчки, как, не знаю, как Пушкин, отлетающий от зубов, уже автоматически проходит. А потом ты начинаешь слушаться и думаешь, блин, а это реально какие-то болезненные тенденции. Почему ей придётся умирать, если она умрёт? Не, а в детстве... Почему она в рай, а я нет? Ты в детстве вообще замечал, что ты не рефлексировал над текстами никакими? Я, например, не понимала, что у Мумитроли почти все песни про наркотики. Ну, мне вообще ничего не щёлкало. Да не знаю. Есть видео на кассете, где я трёхлетний бегаю, типа, «Воиндевайца, эй, 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 вот так вот». Я с погремушкой бегаю. Вот. Это самый трушный фанат Кобейна. Да, тут два плаката. Вот, «Я тебя ненавижу», это уже вообще прям вот. Песня направлена... Ну, можно с другой стороны сказать, какая бы песня там любая могла быть направлена на то, что ты ненавидишь кого-то, да? Бывшего партнёра, нынешнего партнёра. Но тут же подтекст какой-то. Во-первых, там подтексты, во-вторых, мы это рассматриваем, исходя из всего творчества в целом. Если это отдельно вырванная песня, одна такая, а другие песни на такое вообще о таком не говорим. Но мы из маленьких кусочков составим общую картину. Да, а тут они почти все песни такие. Ну вот в первом альбоме нет, но вот дальше... Дальше вот через одну, наверное, уже так становится. А потом... Один-один-один-один-один. Не, вот это вот прям вообще, прям сигнатурные срочки. Ты прокачивай, ты прокачивай. Так ненавидеть на самом на деле нельзя. Ты зыришь с укором, а я обесцвечу глаза, обезличу тебя. Это какая? Это всё ещё в ненавижу. Ты в море, я в небо, прости, не будем друзьями. То есть вот это вот метание между тем, чтобы любить человека до ненависти и не любить человека до того, чтобы его обезличить, обесцветить. Обесценить. И обесценить. Так тут, Алина, я строчки привожу. Обесцвечу глаза, обезличу тебя. Ну да, но в целом обесценить. То есть одно дело, я тебя ненавижу, потому что ты переспала с другим парнем, а я поехал в баньку, рыбку и пиво. Братишка мне сдохнуть не дал. И вроде что-то братишка притих, обида залита в груди. Да. А тут не обида залита в груди. Тут даже нет факта того, что что-то произошло. Если у коржа прямо сказано, она изменила тебе с этим футболистом. А тут нет. Тут как бы для пограничного человека не должно произойти ничего, чтобы начать ненавидеть. Может быть просто маленький щелчок, маленькая спичка, мне кажется. Может быть маленький щелчок, чтобы начать ненавидеть, но при этом может быть огромный взрыв, чтобы не перестать идеализировать. И еще вот здесь вот начинается, вот первая песня, где начинается «Не будем друзьями». У Земфиры очень большой нарратив по поводу того, что она всех партнеров называет другом. И поэтому не очень понятно, партнер это или правда друг. Я думаю, это всегда партнер. И причем всегда Рената. Да, да, да. Нет, я думаю, это всегда партнера, потому что, как сказать, ты представь, если мы берем за основу то, что она бисексуальна, чтобы любой друг близкий, он рано или поздно становится объектом обожания. К друзей так редко боготворят. Ну я-то понимаю, потому что я не умею дружить. Если что-то может быть объектом сексуального влечения, оно из друга очень быстро перетекает. Если бы была речь о какой-то стойкой гетеросексуальности, то о подруге могла бы быть речь. Идеализация друзей возможна, но когда это бисексуальность, скорее всего, это любой друг перетекает в любовника. Вот, и дальше. Тут друг, потом в сигаретах. Я тебе друг, а ты мне не то чтобы. Вот, опять же, про вот это перетекание. Потом еще в следующем альбоме будет «Вернись мой друг, мне грустно без тебя». И дальше тоже будет что-то про друга еще в следующем альбоме. Обязательно. Вот еще мне очень нравится песня «Кто». Подожди, а почему ты от сигареты переходишь? Кто, если тут есть искалы, которые вообще наиболее показательные, как из всех, как мне кажется? Ну, для меня она просто настолько заезженная. Она заезженная. Что тебе? Ну, она заезженная, но вот как раз из-за того, что ее все знают, может быть, люди лучше поймут. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, в журналах, в кино, среди друзей в день, когда нашла, с ума сошла. У человека с ПРЛ в голове всегда есть какой-то образ идеализированный, несуществующий. Но как только он видит кого-то более-менее подходящий под этот образ, ему кажется, что это тот самый. Это просто каждый раз самообман. Совсем как в альбоме, где я рисовал тебя гуашью. Да! Ну, слушай. Ну, не может же быть такого, что она встретила человека, вот о котором она думала все это время и рисовала. Вот девочки, которые мечтают о принцах на белом коне или о мистере Дарси, они что, тоже пограничницы? Или вот где разница образа такого детского, какого-то романтизированного, который заложен, и того, что рисуется альбомом в гуашьи? У Земфира. Это скорее про одержимость, что ли? Я не знаю. Мистер Дарси? Это может быть и мистер Дарси. Но вопрос в том, насколько отчаянно ты это ищешь. Можно отчаянно искать мистера Дарси и найти его в ком-то, опять же, кто не будет так сильно на него похож, ты просто в этом видишь то, что ты хочешь. Для человека с ПРЛ другой человек — это всегда экран-проектор. Это очень редко, когда он реально... Он может воспринимать реальные читы этого человека как раз тот момент, когда он начинает его обесценивать. Мне кажется, в этом есть разница, потому что мистер Дарси в голове девочки, он самодостаточен, и она может даже не искать себе партнера несколько лет и жить с этим мистером Дарси в голове и писать дневники вечерами. А если ты пограничник, ты вот эту, допустим, готическую альтушку ищешь на улице, и как только ты её увидел, всё, тебе надо срочно. О, надо подкатить, а потом мы поцелуемся, а потом мы потрахаемся, а потом у нас будут дети, но через неделю ты её бросаешь. Да, вот, кстати, эти люди, одержимые какими-то образами из книг или фильмов, они могут с этим образом существовать, не подпуская к себе никого, потому что как бы мне комфортно с ним, типа как, ну не знаю, как хики делают. То есть просто не пытаешься даже вступать в какие-то отношения, это более шизоидная такая штука. Что мне хорошо с тем, что у меня в голове. А людям с ПРЛ всегда нужно найти что-то, на что можно это перенести. Есть идея, что это существует в реальности, и это легко найти. Личность. Ну вот, если говорить дальше о том, кто. Что кто? Кто, песня «Кто». А, потому что этот партнёр не только идеализируется, он ещё и как бы возносится его роль в жизни этого человека. Ну, потому что для меня в своё время это было суперактуально. Во-первых, в губы «Давай дружить», просто «Давай дружить, я буду твоим НЛО». Да. Кто показал тебе звёзды с утра? Кто научил тебя видеть ночью? Кто, если не я? И, соответственно, во, это же ты, это ты мой партнёр, которым я всему научил, господи, ты вообще, там, моя мечта, которую я когда-то упустил, и всё, ты начинаешь замыкаться на этом кругу, что это идеальный партнёр, но она меня мучила, но это идеальный партнёр, я лучшего не достоин. А нет того, что она меня мучила, если нет этого момента, когда этот человек обесценил своего партнёра и ушёл сам, если его бросили, эта идеализация продолжается, и она может усугубляться из-за того, что он не получает новой информации об этом человеке. То есть он гипертрофирует уже старую информацию, она уже приобретает какие-то новые черты, и, то есть, ну, допустим, подарили какой-то подарок, и он радуется в этот момент, но когда его бросили, он это вспоминает, и этот подарок уже становится зачем-то вообще сакральным. Кстати, тут уже прослеживается динамик, который я ещё отмечал на этапе исследования, что отношения показываются только как что-то зарождающееся, очень горячее, страстное, или как что-то очень горячее, разрушающееся, ненавистное. Знаешь, ещё иногда, не то чтобы в творчестве Земфиры, но вообще, иногда представлено как то, что вот ты ко мне липнешь, а мне на тебя плевать. Вот тут такое есть. А вот у неё вот только одна такая, про мальчишку, который с веером, с плеером, вечером не ходи. И то, потому что это мальчишка, а ей нравится Анечка, которая снимает маечки. Поэтому тут как бы, вот этой черты тут нет. Тут есть про то, что мой друг, я хочу тебя поцеловать, хотя ты мой друг, а потом мой друг вернись, мне грустно без тебя, но ты был тварью. Либо же знаешь как, есть какой-то человек, который там хороший, он ухаживает, но плевать на него, думаю вот о том, каком-то другом, кто есть. Кто тебе не подходит, кто тебя там унижает. Ну, было ли у неё такое? Я не помню. Ну, сейчас посмотрим, я так уже не помню. Не, вот «Дыши» тоже вообще великолепный трек. Мне известны все твои уловки, ненавижу эти установки, я всё равно вернусь, я всё равно вернусь. То есть это уже такая... Это уже как-то как будто отрефлексировано. Это истовая злость на партнёра, типа, вот ты ушла, а я вернусь в твою жизнь, потому что ты без меня не можешь. Ты без меня не можешь. Ты думаешь так, а может это всё-таки рефлексия, когда ты понимаешь, что этот человек уже, ну, для тебя не такой крутой, как раньше, но ты всё равно понимаешь, что ты всё равно вернёшься. Ну, смотри, я пропадаю где-то, ты не спишь, твой аналитик просто, блядь. То есть партнёр из-за чего-то плохого пошёл к аналитику. Ему там сказали, что... Что у него объединенное отношение, и она ушла. Да, да, да. И вот, ну вот, я и говорю, что это истовая злость. И итоги сразу же пересекают. Как и завершающий трек альбом, и завершающий для повествования в данной историю любви, я ухожу, оставляя горы окурков, километры дни, миллионы придурков. Литры крови, подаренные или потерянные. Вот опять же, всё время баланс между тем, что ты отдаёшь свою энергию партнёру, потому что это благотворительность и счастье, или потому что ты это теряешь и просто тратишь это как, ну, что-то негативное. Да? Оставляя друзей тех, что наполовину, себя на радиоволнах, коротких и длинных, осчастливленных мною и обиженных мною. Но это опять же про то, что, мне кажется, у пограничных людей часто бывает дисбаланс между тем, что они кого-то любят и при этом они обижают. Ну, допустим... Обижают? Ну, да. В смысле? Ну, то есть относятся как к говну кому-то. Они могут относиться к говну, потому что, как бы, человек этот... Они, с одной стороны, его боготворят, но вместе с тем он недостаточно хорош, не настолько хорош, насколько хотелось бы. И постоянно какие-то требования. Ты не уделяешь мне достаточного внимания. А вы там видитесь каждый день. Вот. Тут много людей, осчастливленных мною и обиженных мною. Скорее всего, это не про друзей, это про партнёров. Я не говорю про друзей. Ну, я имею в виду, что, скорее всего, она осчастливила много людей своими отношениями и много людей обидела тем, что она ушла из этих отношений. Ну, подожди, тут же написано, оставляя друзей тех, что наполовину? Наполовину друзья. Ну, значит, это те друзья, с которыми не проканала поцеловаться. Мы же выяснили, что друг это образ, который романтизированный, а не образ, который реальный. Те, которые не дали. Я никогда-никогда тебя не оставлю, ты полежи со мной неслышно рядом. Это типа, она уже ушла, и она рядом остаётся в виде воспоминаний или вернулась. Вот тут, опять-таки, вот эта метафоричность, её трудно поймать. Вот тут только на ощущениях можно понять, что она чувствует на самом деле, что она имеет в виду. Какое настроение у слушателя, бросили его или он в отношениях находится, то и он и представит себе. Мне кажется, в этом и заключается безвременность песен Земфиры. Что они об отношениях в такой мере, что они будут актуальны для человека не только в любое время, но и в любом состоянии отношений. Пограничном. Именно в пограничном. Третий альбом, третий альбом, ну для меня почти самый любимый. Плачь, я не откликнусь, в этой квартире холодно слишком, в эти минуты падает небо, так и оставим. Боль, тем и полезно, что заставляет двигаться дальше. Мне бы твои мысли, я бы свои песни просто представил. Опять, тоска по утратившемуся партнеру. Мне так кажется. Грусть и сигареты, что может лучше, лучше, чем это. Я на диване, небо в кармане, так и оставим. Романтизация депрессии. Вообще, пограничные люди как относятся к депрессивному состоянию? Потому что для меня это выглядело как норма жизни. Ну потому что у меня больше в 10 дней, нежели в эпизоды это выливалось. По-разному. Бывает, что при ПРЛ коморбидно рекуррентное расстройство, это уже что-то тяжелое. Если это биполярное расстройство, это тоже что-то тяжелое. Если это дистемия, то это больше романтизируется. Да это изромантизируется на самом деле в любом. Это способ привлечь к себе внимание, это можно поныть, это можно попросить помощи постоянно, всем ныть о своем состоянии. Это, понимаешь, из этого получается вторичная выгода, эта депрессия становится инструментальной. Это способ привязать к себе человека, давя на жалость. Люди с ПРЛ вообще не стесняются давить на жалость. То есть, если ты уйдешь, я убью себя, если ты уйдешь, мне будет плохо. Ну вот тут она убивать себя не собирается. Да, мы, подожди, нужно, наверное, сказать, что мы осуждаем. Мы осуждаем убивание себя. Вообще, очень сильно осуждаем. И просто мне нравится, что в следующем же треке на контрасте, ну, как сказать, ну, не гипоманическая, но очень веселая сторона ПРЛ, когда дай мне руку, я пожму ее и расстанемся навсегда. Я живее в эту пятницу. Дай мне время, я хочу его, можно сразу, можно все. Мое имя так засвечено, и меня уже никто не спасет. Не печалься, ты, конечно, лучше всех. Я запомню твои родинки и смех. Это вот про такие бегания из отношения в отношения. Ты пришел в клуб, познакомился, ушел. Ну, опять, про перепады настроения. Почему там, пациенты с ПРЛ часто ставят в начале биполярное расстройство? Из-за того, что есть перепады настроения. Они могут быть кардинальны от предсутидального состояния к такому, что я бог, у меня все сейчас получится, только это длится просто короткое время. Да, типа, от нескольких, ну, максимум день. Ну, да, день-два максимум, не больше. Мне еще нравится, как закольцовывается. Сначала не печалься, ты, конечно, лучше всех, а потом в конце не печалься, я, конечно, лучше всех. Ты запомнишь мои родинки и смех. То есть, входя в эти отношения, ты на самом деле хочешь оставить след в них и, типа, поставить себе еще одну галочку, что, типа, я могу оказаться в отношениях, если я захочу. Просто я не хочу надолго в них оставаться. но это вот такая истероидная вещь. Иллюзия контроля? Иллюзия контроля это истероидная вещь, что я получу это внимание, в меня влюбятся, но в этом как раз нет этой идеализации партнера. Иллюзия контроля. Вот именно на самом деле вот и следующий из прогулки, нашей любимой прогулки. Мне не надо и надо, ты мое одиночество. Не надо и надо. Они на самом деле не знают, они думают, что они контролируют и думают, что они хотят в эти отношения. Да они ничего не знают. Ничего не знают. Вообще ничего не знают. Нет, это есть для, кстати, надо, наверное, сказать, что для человека с ПРЛ, когда его начинают обожать, даже если это человек, которого изначально они обожали, их это начинает пугать из-за нестабильной самооценки. И они перестают его идеализировать. То есть для них обожать и когда над ними там издеваются, плохо относятся, это нормально. Когда их начинают обожать, это уже что-то не то. Как меня можно обожать, если я такой никчемный? Ну вот там дальше может быть никчемный, да? А дальше растворим друг друга, вернись мой друг. Хороший парень, тебе бы понравился, но ты ушла. Но если этот же человек разочаруется в нем, он сразу станет интересным. Конечно. И в моем сердце снова пусто. кстати, насчет симптомов ПРЛ есть пустота, как отдельно фигурирующая штука. Но у Земфира пустота вот впервые фигурирует в третьем альбоме и по-моему потом дальше будет что-то. Ну, тут чаще она поет не про пустоту душевную, а про то, что ей не хватает партнера, который ушел от нее. Раненое сердце весит тяжелее, пробую согреться, пью и не пьянею. Прошу, верни меня. Кто тебе позволит или не позволит, чего же ты боишься, Бога или боли? Я прошу, верни меня. Я хочу повеситься. Повеситься это женский род повесы. Это женский род повесы, да. Это, естественно, не глагол. Просто она падежи перепутала немного. Пограничность. Мне нравится, что вы не стреляете, помимо алкоголя, сигарет и распутанного образа жизни, впервые поднимается self-harm. Не смотрите, эти шрамы не про вас, не для ваших грустных глаз, мне неловко. По факту, ты можешь сказать, что это метафора, мне кажется, что это реально, потому что ощущение, когда ты со шрамами на руках появляешься на людях, вот, ты реально хочешь сказать, эти шрамы не про вас, не для ваших грустных глаз, мне неловко, что на них смотрите. Но вы смотрите. Вы смотрите, но не смотрите. А почему неловко? Ну, потому что, как бы, я показываю свою ранимость тем самым. И, ну, продолжаешь показывать? Да. Чтоб спросили. Чтоб спросили, чтоб пожалели. Ну, ты что, пограничную логику не понимаешь? Нет, я понимаю, просто точня. Да. В этой рыхлой тишине я погибну, не молчите. Не стреляйте в этой комнате любовь, раздетая любовь, вы неосторожны. Жить в твоей голове, любить тебя неоправданно, нечаянно, отчаянно. И убить тебя неосознанно, нечаянно. Все так. Вот еще пустота, где фигурирует. Мне нравится просто читка в треке «Без шансов». В твоих словах ложь и пустота, дождь и пустота, пустая пустота. С чистого листа в дикие места, сосчитай до ста, деживи до ста. Вообще одна пустота. Без шансов, без вариантов, безотносительно именно к вам. Вот, и дальше начинается самая тоска с альбома, где деньги, 2012 год получается. Вот. «Я тебя похоронила, поздно ночью за рекой. Месяц плакал и смеялся, обезумевший от горя. Утром прилетели чайки, съели все твои ресницы. Я кидал в них камнями отвратительные птицы». У меня так смешает строчка «Чайки, съели твои ресницы». Ну, надо было рифму подобрать какую-то. Я вот прям представлен, думаю, блин, какую рифму на птицы подобрать, какую рифму на птицы подобрать. Страницы, я не знаю. Съели ресницы. Ну и что? Вот, и дальше в реке там песня про то, как она решила очень долго поплавать в реке. Безвременно. Опять же, то есть, как будто у нее начинает случаться брейкдаун. И, кстати, у нее же большой перерыв после этого был. Вот, когда она написала альбом, где были деньги, и все. С 2012 года она ничего особо не выпускала. А ты не знаешь, что это ее биография? Не, я не изучал. Это пусть ответят зрители и слушатели в комментариях. Правильно? Правильно. Правильно. И что самое интересное, в моих заметках не отмечено ни одного трека из альбома Borderline. Собственно, самое... В смысле? Разве мы же? Да, не отмечено ни одного. А как же в крае в пальто? Ну, мы послушали... Ну, я-то его и так знаю. А, ну... Ну, просто мы слушали отдельное, да? Там есть трек Abuse, есть трек про таблетки, есть трек про пальто. Но, опять же, вот как мне кажется, с осознанием того, что она пограничный человек, она стала делать не трушное и менее пограничное творчество. А как думаешь, почему? Ну, во-первых, потому что, мне кажется, она могла исписаться. Мне кажется, это связано с терапией. Может, она пожила, может, у нее терапия. Знаешь, я вообще заметила, что пограничные творцы, они вот как будто бы сдуваются, когда они такие, все, больше никаких наркотиков в моей жизни, я больше не алкоголик, и вообще у меня есть и партнер постоянный, и с этим как будто все заканчивается. Она в Бордерлайне как будто пытается писать более взрослые треки, но эти более взрослые треки просто звучат скучно и как-то безэмоционально. То есть до этого, не осознавая свою болезненность, это были нерафинированные эмоции, которые прям проходили через слушателя, которые были про то, чтобы друг вернулся, про то, что я пойду гулять, про то, что я тебя ненавижу, про то, что я курю сигареты в потолок. А теперь единственное, что цепляет душу, это я в красивом пальто пойду по набережной и встречу тебя. С одной стороны, грустно для фанатов, что не такая хорошая музыка, но остается старая, да. Но, наверное, стоит, может, порадоваться за нее, что это так стало в какой-то степени, что она больше не испытывает таких негативных эмоций. Думала ли, что она испытывает? Да мы не знаем, но если бы у нее... Опять же, она может испытывать, но у нее там есть лекарства, у нее есть психотерапевт, возможно, которые помогают с этим справляться. То есть терапия портит музыканту? Творчество? Ну, я не хочу говорить, что оно портит. Не все люди могут быть на терапии и продолжать именно... Они начинают чем-то другим вдохновляться, не своими эмоциями, такими яркими, просто потому что у них уже нет таких перепадов. Мне кажется, просто потому что она уже взрослая женщина. Мало артистов, которые могут до самой пенсии писать, как всегда, как всегда писали. Миллион треков не писать. Ну, мы это... The Killers. Ну, подожди. О чем? Видишь, о чем? Именно в этом разница музыкантов, которые пишут именно про переживания, от тех, которые, например, пишут про политику или еще что-то, как другие темы. Killers, редко про именно что-то такое. Они вот в другом ищут вдохновение, а эти люди именно в себе ищут вдохновение. И когда все устаканивается, они такие, где мне взять? Да непонятно где. Непонятно где. Другой вопрос, что редко бывает, когда человек идет на терапию, идет лечить человек с пограничным расстройством и перестает злоупотреблять чем-либо. И перестает хотя бы следовать деструктивным паттернам. Да. И вообще следовать указаниям врача-психотерапевта. То есть, как сказать, даже если она не занимается самодеструктивным поведением, все равно в ее образе мышления остался такой момент, как я буду идти по набережной и встречу тебя. Это же самая гнетущая вещь. Когда ты идешь по городу и думаешь, что ты увидишь своего бывшего партнера. Да. Ужасное ощущение. Отвратительное ощущение. Да. Первоначально, когда я задумывал наш разговор, я думал о том, какие копинг-стратегии поднимаются в ее творчестве. Но дальше... Какие? Курить? Резаться какие? Да, курить, резаться. Тома, дома. Режет руки так от скуки. Но по факту получается так, что это просто дидактический антипример того. А со скольки лет слушаешь Земфиру? Так слушай, ну мне кажется, вообще с раннего, с неосознанного возраста. Мама большая фанатка была. А когда ты начал это осознавать? 14-15. И это уже для тебя на тот момент стало актуальным? Ну не то, чтобы актуальным до боли в сердце, но приятным, чтобы слушать, приятным, чтобы... Ну а именно... Сопоставляй с твоим опытом. 16-17. А, то есть это вне... Ну, то есть я хотела подвести к тому, можно ли говорить, что это какое-то влияние оказалось на тебя? Я вообще не считаю, что... Или это параллельно было? Мне кажется, концептуально это будет логическая ошибка, считать, что какое-то произведение может оказывать влияние. Это как бы... Нужно быть очень ведомым человеком, чтобы посмотреть фильм и сказать, о, я гигачат Сигма Патрик Бейтман, теперь это будет моя ролевая модель. Ну, люди с ПРЛ как раз во многом это пластилин. Ну вот мне кажется, что есть какая-то эмоция, и когда она находит свою физическую явленность, например, в песне, то она, собственно, формирует свой вектор движения, и ты можешь её лучше отрефлексировать. Что вот ты переживаешь по поводу того, как хорошо было тебе с партнёром, а потом ты слышишь песню «Вернись, мой друг» или «Кто показал тебе звёзды с утра? Кто научил тебя видеть ночью?» И ты такой, блин, да. Вот это, конечно, да. Ну вот такую роль, рефлексивно направляющую, для меня выполняли Земфиры, Radiohead. Плачьи бы, вряд ли, наверное. Получается, через рефлексию можно понять, что это на самом деле полная хрень, что вести себя так – это полная херня, потому что это приводит только к плохому. Через рефлексию – да, но когда ты в таком подростковом возрасте, тебе кажется, а это нормально. Так себя вести нормально в такой ситуации. Ну а кто тебе скажет, что так вести себя ненормально? Мама, папа, другой исполнитель. Просто нету исполнителя, который такой «Не режь себе руки, не пей, не кури». А как же… Family-friendly контент? Да что, нет такого закона, запрещающего несемейные группы? Или типа это пропаганда антисемейных ценностей? Нетрадиционных ценностей? Не-не, я имею в виду, что ты сейчас сидишь как человек с ПРЛ и такой «Да, класс!» Ну да, мне это нравится и будет нравиться. Просто я буду понимать, что, скорее всего, если рационализировать, она страдает по херне какой-то. И если «Вернись мой друг» и друг реально вернётся, то лучше от этого не станет. Вот о чём я хотела сказать. Вот эти все альбомы, во-первых, скорее всего, про разных людей, правильно? Ну, скорее всего. Может и песни про разных людей. Если у нас есть идеальный образ партнёра, у нас есть идеальный образ того партнёра, который ушёл и должен вернуться. Это всегда... Но мы, вот, исходя из этих песен, вкладывается впечатление, что это какие-то длительные отношения, какие-то там вообще... Прикол в том, что этого может не быть. Может не быть вообще никаких отношений, может быть какой-то идеализированный человек, который находится очень далеко, из которого ты смотришь в бинокль окна соседнего дома, и всё это превращается вот в это. У нас ещё был предварительный тейк про то, что люди могут воспринимать такую музыку, как просто... Ну, Симфиро — это типа просто поэтика для грустных, да? Ты не хочешь как-то комментирует то, что я сказала? Ну да, ты права. Да, это поэп... Для обычных людей это просто для грустных песен. Они не чувствуют, типа, да? Ну а им и не нужно, наверное, понимать. Если они не могут когнитивно понять, что ощущают больные люди, то зачем им понимать, о чём поёт больной человек? Ну, во-первых, совершенно точно, что здоровый человек понятия не имеет, что такое пустота внутри. Вообще ноль. Дождь и пустота, пустая пустота, с чистого листа до считай до ста? Да, именно пустота внутри. Это не отсутствие эмоций же, как таковое. Это вот именно чувство, что ты не наполнен чем-то. Хотя ты можешь плакать или там радоваться, это всё равно ощущается. Как что-то, что нужно заполнить. Правильно? Ну, ты понимаешь? Хорошо, а для тех, кто это ощущает, что мы должны сказать? Слушайте Земфиру и радуйтесь жизни? Слушайте Земфиру и не следуйте её примеру? Идите на терапию. Идите на терапию? Тогда вы станете такими отстойными, как Земфира в 2020 году. Ну, не все же являются такими творцами, как Земфира. Я не хочу говорить сейчас, что с терапией всё творчество закончится. С правильной терапией это творчество продолжится, просто источники будут другие. Нужно гореть, как спичка, и потухнуть в 23. Почему? Ну, или не быть творцом и не тухнуть в 23. Ну, и не загораться. Да почему? Вот сколько Земфири лет, уже под 50 или 50? Ну, она и ничего не делает. Ну, как ничего? А вот что она добилась жизни? Ты прикинь, ты ее всю жизнь обеспечивать будет еще до конца, даже если она сейчас ничего не будет писать. Это и все. Ну, ладно. Да, я согласен. Пишите в комментариях, если вы знаете хорошо биографию Земфиры, что с чем может быть связано. Потому что у нас нет рук, чтобы открыть статью на Википедии. Мы не можем этого сделать, нам слишком лень. Главный фанат Земфиры не знает ее биографии и до недавнего времени не знал, как зовут. Локалисты Пласим. Уровень ресерча высокий. Нет, я не знаю, я увлекаюсь биографией музыкантов. Так, пишите в комментариях, какие еще исполнители вам кажутся пограничными. У нас есть некоторые списки. У нас вообще не то, что шорт-лист, у нас лонг-лист. У нас лонг-лист. Пишите, может быть, что-то вы знаете, что мы не знаем. Рассмотрим. Пишите. Главное. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Да.